В Чувашии в этом году более 200 километров дорог построят, реконструируют и отремонтируют. Часть объектов еще ждет подрядчиков. Идут аукционы и контракты не заключены. Для них крайний срок июль. Его обозначил сегодня глава республики Михаил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства. В этом году более 5 миллиардов предназначены для ремонта дорог Чувашии. В порядок приведут городские и республиканские трассы. Для большинства объектов 73% уже нашлись подрядчики и они приступают к работе. Однако остаются дороги, по которым еще не заключили контракты. На региональной сети не закротованы 5 объектов. Это по одному объекту из-за отзыва заявки единства участника. Это Калинина Шехазана. И по четырем объектам из-за отсутствия согласованности морского Волга и Чувашинерго. На сегодняшний день согласование с организацией Волга и Чувашинерго имеется. И осуществляются конкурсные процедуры. В отношении объекта Калинина Шехазана, в культуре включен план график, ведут конкурсные процедуры. Из 26 чебоксарских дорог, включенных в план ремонта на этот год, по 24-м контракты вступили в силу. Есть переходящие объекты. Есть объекты по устройству освещения. Переходящие – это Сугутский мост, ремонт Сугутского моста, проспект Яковлева. Объекты, которые придут на следующий год. Но капитальный ремонт дорог мы к 1 августа планируем совершить. В сводном рейтинге регионов России по количеству заключенных контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Чуваша держится в середине. В июле месяце все контракты должны быть подписаны. Задача такая. Если в июле месяце контракты не будут подписаны, это уже угрозы срыва тех проектов, тех объектов, которые мы сами своими руками писали по мероприятиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И наша задача – обеспечить качество выполненных работ для того, чтобы поднять социальное самочувствие. С этой же целью инвестиции направляют в малое предпринимательство, в частности, в научно-техническую сферу. Отбором надежных проектов занимается Фонд содействия развитию венчурных инвестиций. Из 76 рассмотренных бизнес-идей инвестиции вложили в 4. Это Конструкторское бюро электроаппаратуры, Республиканская палата предпринимателей, Агрофирма «Цивильская» и Центр реле и автоматики. При этом инвестиции подталкивают малое производство, расширяться, постепенно меняя статус на крупные. И, как следствие, появление рабочих мест с высокой заработной платой. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.